Так, ну что, ребят, всем привет! Сегодня дохер ищи новостей по поводу Ripple XRP, поэтому присаживайтесь поудобнее. Ролик будет, скорее всего, длинный, минут на 15, может даже на 20, ну, если кто не хочет, можете выключать. Вот, Ripple против всех, у нас итоговое решение по упрощенному рассмотрению дела все ближе, и судья Торрес одобрил совместное предложение сторон по расписанию для регулирования вопроса засекречивания, связанных с предыдущими ходатайствами. В американской юридической практике упрощенное судебное решение может быть внесено судом до суда, практически утверждая, что судебное разбирательство не требуется. Но, как мы помним, как они говорили, что до 31 марта 2023 года, поэтому то, что там оно быстро закончится, я сильно сомневаюсь, тем более на фоне кризиса. Сейчас стороны подготовились к подаче всех материалов, касающихся ходатайства, вынесения решения в порядке упрощенного производства. Утвержденный график для регулирования всех запросов засекречивания в суммарном решении ожидается, что после одобрения сегодня стороны предоставят засекреченное ходатайство об упрощенном судебном решении, в чьи материалы и подтверждающие доказательства. Также у нас в четверг, 15 сентября, стороны совещаются, чтобы определить исправление к запискам, ну и также поддержку об упрощенном судебном разбирательстве до 19 сентября, когда, по мнению адвоката Джереми Хогана, будут раскрыты многие скрытые детали судебного процесса. Но это же не значит, что он закончится. Вот, ожидается, что 18 октября Apple и SEX подадут запечатанные возражения против ходатайства каждой стороны, и потом, соответственно, через два дня стороны встретятся, возможно, редакции оппозиции, прежде чем 24 октября опубликовать публичные отредактированные версии свода к оппозиции, и потом краткое судебное решение 15 ноября 2022 года. Ну и, наконец, к 22 декабря ожидается, что стороны подадут возражения против комплексных ходатайства закрытия. И, между тем, Apple выступила против запроса SEC о закрытии личности приложенных ею свидетелей в отношении ходатайства ответа добера сторон. Также у нас Дэвид Шварц считает, что в коде биткоина есть серьезная ошибка, и, по словам технического директора, весьма вероятно, что в биткоине есть серьезная ошибка, стоит ли беспокоиться долгосрочным инвесторам. Он утверждает весьма наличие критической ошибки как минимум в одной крупной реализации исходного кода биткоина. Уязвимость потенциально может позволить создать гораздо большее количество монет, превышающие ограничения в 21 миллион. Ну, не знаю, может, он вброс такой сделал, конечно, но посмотрим. Если ошибка будет использована, она может подорвать доверие к биткоину и провести гигантские потери для биржи. Ну да, вот как раз на вот этой новости и может обвалиться биток, если это правда будет. Вот это будет, конечно, жесть. Что, типа, прикиньте, допечатают биткоина, и оказывается, можно. Ну, я думаю, можно, но это все, знаете, так вот, фикция, что, типа, вот ограниченная эмиссия, как бы, посмотрим, может подорвать, соответственно, доверие к биткоину. Комментарий прозвучал после того, как Мэтт Гамильтон, бывший директор по связанным разработчикам в Apple, вспомнил, как инцидент с переполнением стоимости, произошедший в 2010 году, едва не убил крупнейшую криптовалюту. Тогда анонимный хакер воспользовался критической уязвимостью в исходном коде биткоина, что позволило создать 184 миллиарда новых монет. Недостаток был замечен давним разработчиком, получается, биткоина, джифом Гарзиком, и исправление уязвимости включало развертывание софтфойка. Хотя, самое интересное, говорят, что там Сатоши Накамото, а вот говорят, что Джефф Гарзик, это уже официальный, ну, вот это есть наш Сатоши Накамото, я не удивлюсь, если там еще какие-то разработчики есть известны, ну, вполне оно так и есть, как бы. В сентябре через два года после исправления была обнаружена серьезная ошибка в программном обеспечении биткоина, которая могла позволить злоумышленникам украсться из сети Lightning Network. Но я напоминаю, где-то около 30% вот этих из 21 миллиона биткоинов вообще были утеряны, либо там забыты кто-то там жесткий диск свой выкинул, кто-то забыл там ключи доступа, ну и так далее, понимаете. Кого-то взломали, поэтому. Дэвид Шварц также не тот человек, который будет делать громкие заявления, чтобы повысить свою популярность. Ну да, конечно. Ага, все не такие, да, он особенный. Кроме того, ранее он заявлял, что уже работал над кодовой базой биткоина, и поэтому трудно назвать его беспокойством вымыслом. И с учетом ранее обнаруженных в коде ошибок, разработчикам биткоина есть о чем задуматься. Знаете, самое забавное, если они действительно могут, ну, сами же скомануть биткоин, да, вот это будет грандиозный крах крипторынка, и сделать первую криптовалюту Apple XRP. И потом все эти скептики, ну, реально, ну, наложат в штаны, потому что подумают, блин, а что я не закупал? А потом XRP станет первой криптовалютой и, может быть, перебьет по цене даже эффект. Ну, это так, влажная фантазия на текущем этапе. Ну, так, затравочку вам дал. Вот, и, соответственно, стоит ли беспокоиться долгосрочным держателем? Ну, как бы, ребят, халявы нет и гарантий нет. Нужно это понимать. Что Шварц говорит, что очень важно, чтобы такая ошибка никогда не была обнаружена или использована с доломышленником, поэтому биткоинеры не должны терять сон из-за этого. Долгосрочным держателем, на самом деле, не о чем беспокоиться. Ну, не о чем беспокоиться, а допечатают биткоины, это и допечатают. А бесценится он еще больше, поэтому ничего страшного. Шварц считает, что... А главное, что по Apple XRP был в порядке, а все остальное пофигу. Что такие критические ошибки, вероятно, будут чрезвычайно редкими, поскольку их предстоит еще найти и использовать, несмотря на то, что существует огромный стимул для поиска. Ну, а сообщество XRP безоговорочно верит одному из создателей Аиста XRP. Ну, конечно, все же верят, да. Главное верить сказке, что рассказывают. Поправка NFT в XRP Ledger. Разработчики у нас Apple X рассматривают отсрочку. И поправка XLS20, которая даст возможность функционирования NFT на XRP Ledger, отмножена почти в самый последний момент, поскольку один из валидаторов сообщил об ошибке. Но это мы видели. Это не будем повторять. Судебный процесс SEC против Apple вступил в за решающую стадию. И наступила решающая она стадия. Судебный процесс, получается, когда начали подавать ходатайство в унесении суммарного решения. И, соответственно, документы будут поданы засекреченными, поскольку судья еще не постановила, в каком объеме они могут быть раскрыты для общественности. Apple и отдельные ответчики, Крис Лаксин и Брэд Гарлинхаус, подали не только ходатайство в вынесении решения суда в порядке упрощенного судопроизводства, но и подали юридический меморандум в поддержку решения в порядке упрощенного судопроизводства. И, согласно Филону, Apple подала заявление по правилу 56.1 и 106 доказательств и декларацию заявления, сделанные Марклом Келлогом и известным американским писателем. И резюме на текущем этапе. Давайте глянем. С тех пор, как SEC подала свой меморандум в поддержку своего ходатайства в вынесении решения упрощенного порядка, заявление и, получается, правиле 56.1, а также сотни дополнительных документов, скриншоты в документе ниже также были предоставлены. Ну и в понедельник, 19 сентября, стороны предоставят общедоступные отредактированные версии свода к поддержку ходатайства в вынесении решения. Ну, я думаю, понятно. То есть судебный процесс у нас продолжается. И я думаю, пока там медвежка, никакого роста особого XRP не будет. Я напоминаю, он королирует с биткоином на 80-90%. И также 1329 граждан США поебыли 2 миллиона XRP за 2 месяца, несмотря на то, что основные биржи исключили XRP из листинга. Ну, не знаю, какие основные, там, Binance, Huobi, OkEx, ничего не исключили. Вот. Также, пользуясь случаем, ребят, скажу, что исключаются такие криптолюты, как Dash, ой, XRP этот, Zcash, Monero, Decret и многие другие там. Verge исключаются с биржи Huobi, будут делиститься, поэтому успевайте вывести их до 19 сентября. Вот. Если кто вдруг не знал, ведущая криптолютная биржа OnXRP говорит о массовом внедрении биржи, согласно сегодняшнему объявлению, в общей сложности 1329 граждан США воспользовались фиатным решением OnXRP для покупки XRP с помощью своей кредитной карты и Apple Pay. Вот. Ну, о какой децентрализации может идти речь, если покупается с кредитной карты и через Apple Pay? Я не знаю. Ну, бейтполный, что они там заявляют. OnXRP заявил, что 2 миллиона монет XRP были куплены с помощью решения, запущенного на сотрудничестве с Банксуа. И мы только что передали 2 миллиона купленных XRP через наше готовое решение. Поэтому, ну, вот такая вот интересная новость. И, соответственно, Dx отметила, что добилась успеха, несмотря на то, что основные биржи криптовалют США, включая Coinbase, исключили торговлю XRP со своих платформ. Ну, а какие еще? Coinbase, ну и все, по сути. Там еще, может быть, какая-то исключила, я не помню. Bitfinex, ну, вроде бы нет, но я не помню, честно. Вот. Поэтому, ну, эти биржи ходят под регулятором, поэтому ничего удивительного, это так вот, показуха. Ripple против всех, также судебный процесс вступает в новую фазу разбирательства, поскольку суд утверждает предложение о графике. Ну, и, соответственно, график у нас вот такой вот. То есть у нас, что намечено на сентябрь, подаются заявления. 13 сентября стороны, то есть вчера еще все материалы запечатают, потом 15-го встретятся и посовещаются. 19 сентября предоставят общедоступные версии в поддержку Hadotized. Потом, соответственно, на октябрь у нас, что намечено на октябрь, 18-го октября стороны запечатают материалы о возражении. 20-го октября встречаются и совещаются по поводу оппозиции. 15-го ноября запечатают бюллетени и ответов на краткое судебное решение. 17-го ноября встречаются и совещаются, чтобы определить поправки. 21-го ноября публично отредактирована версия краткого совета. 9-го октября стороны подадут закрытие всех материалов, относящихся к ходатайствам об упрощенном судебном разбирательстве. И ожидается, что 22-го декабря стороны предоставят возражение против ходатайства закрытия. Ну, опять же таки, это ни хера еще не закончится в этом году, поэтому будьте уверены. А также, почему же у нас XRP взлетит, считает Давид Гокштейн, и когда произойдет еще больше. Когда же XRP взлетит? Говорит, что в Твиттере, когда у нас, ну, необходимо выиграть дело против комиссии по ценам в море. Ну, капитан очевидность, по-моему, и так это понятно. Ну, короче, 31 марта 2023 года, будем смотреть, что будет происходить тогда. Если это произойдет, ну, опять же таки, опять же таки, я сообщаю, что XRP может подрасти и раньше. И во время суда, как это было до этого, уже в 21 году, с 20 центов до 2 долларов в 10 раз. Поэтому, ребят, не надо ждать, что, типа, суд победили и все улетает. Ну, до этого они тоже, там, микро-победа была, и что, подлетел он? Да нет. Если это произойдет, сказал, не только цена XRP взлетит, а Apple получит значительный импульс, но и все законные платформы. Ну, опять же таки, это понятное дело, это и так очевидно всем. Все готовятся к более строгому у нас надзору, и, соответственно, комиссия по ценам бумагам и биржам создаст два новых офиса, и добавит их к программе проверки раскрытия дела о корпоративных финансах. Вот, поэтому имейте это тоже в виду, и один из офисов будет заниматься регистрацией и раскрытием информации о криптовалютах от поставщиков услуг цифровых активов. Также киты делают огромный шаг, что ждет нас впереди для цены XRP. У нас киты сообщества продолжают гонять XRP туда-сюда, ну и более 421 миллиона токенов XRP было переведено на 380 миллионов долларов. Самое интересное, ну и как мы видим, опять же таки, замешана тут биржа Bitstamp, биржа Bitso, и куда же движется у нас XRP. Как мы видим, у нас холдеров довольно-таки большое количество в сети, BIP20, Binance Smart Chain, и движение китов в криптовалютах возросло из-за доминирования и ажиотажа. По данным CoinMarketCap, я так понял, или CoinCarp, не знаю, CoinCarp, наверное, да? Давайте глянем, интересно. CoinCarp есть, оказывается, такой сайт, но я не знал, добавлю себе в закладочки. Вот, буду смотреть тоже. Смотрите, короче, момент такой, что 10 крупнейших китов у нас контролирует почти 73% циркулирующих токенов XRP. Ну, по-любому, там и Дэвид Шварц, и Брэд Гарлинхаус, короче, вся компания Ripple, может даже и Джет Макалеб, который якобы слил свои токены показушные, ну, он там мог из другого адреса их закупить, да и все. А на долю 20 крупнейших держателей приходится практически 75. Ну, короче, топ-10 холдеров 73%, топ-20 75%, топ-50 78% и топ-100 80%. Поэтому имейте это в виду, ребят, что, ну, как бы, киты, естественно, будут управлять XRP, как они захотят. Ну, и тот же регулятор будет диктовать им свои правила. Будет у нас также XRP Ledger в центре мирового перехода на CBDC, но это мы тоже все читали. И, как мы видим, у нас еще 11 февраля 2022 года Digital Euro Association, DA, получается, объявила, что она рада новому партнерству с финтекс-фирмой Ripple. Ну, и, соответственно, это у нас специализирующая на цифровых валютах центральных банков CBDC, стабильных монетах, поэтому XRP Ledger, понятное дело, развивается, это мы тоже видели. Дело XRP у нас Ripple возражает против запросов всех, поскольку суд принимает предложение об опрощенном судебном решении, это мы тоже видели. Потом поправка XRP Ledger к NFT, технический директор Ripple рассматривает отсрочку, и ник Bugalis, технический директор, утверждает, что потребуется исправление, чтобы иметь возможность продвигаться вперед с поправкой XLS 20, которая активирует встроенную поддержку невзаимозаменяемых токенов в XRP Ledger. Ну, и, соответственно, говорить, что сотрудничество под руководством сообщества это единственный способ гарантировать, что пользователи смогут получать положительное впечатление. Ну, и исправление отключит соответствующий флаг, чтобы устроить проблему, затем команда разработчика Ripple предложит выпуск версии 1.9.4. Ну, и, соответственно, как они говорили ранее, в принципе, это месяц-два может занять для исправления. Также у нас количество транзакций растет, ну, это мы тоже уже видели. Судебный процесс Ripple против всех приближается к итоговому решению, поскольку стороны начинают подавать ходатайство. Ну, нифига еще, я уже сказал. Эксперт по криптотрейдингу описывает ключевые уровни цен, на которые стоит обратить внимание. Ну, давайте глянем. У нас Майкл Ван Депо говорит в своем твиттере, что более... У него 625 тысяч подписчиков. Говорит, что оптимальные зоны для коротких продавцов, да, для тех, кто шокит. Но 38 уровень. И, соответственно, в то время, как поддержка, кто хочет купить криптовалюту, 0.33 где-то приблизительно. Ну, и, соответственно, самый главный вердикт, что цена XRP токена была неоднократно занижена из-за судебного риска. Бред полный, потому что рынок крипты падает, поэтому падает и XRP. Понятное дело, это тоже повлияло, но по большому счету, ребят, если будет падать биткоин, будет падать и XRP. Поэтому корреляция там, я живу, на 80-90%. Это бред полный, что типа из-за суда XRP упал. Полный бред. Вот. Может быть, в первый раз, там, в декабре 2020 года, но потом уже он падает из-за рынка. Вот. Это негативно повлияло на цену, так как после объявления иска большинство криптовалютных бирж начали исключать токены из листинга. Но Binance же не исключила и многие другие. Чтобы избежать каких-либо последствий, влияющих на его ликвидность. Вот. Типа влияющих на ликвидность, поэтому возьмем полностью и заделись ему. Вот тогда исключим. Логично. Также у нас, соответственно, анализ XRP. Непрерывные судебные уже там оказали какие-то влияния. Цена XRP была снижена медвежьим рынком. Вот. Вот это правда. И в настоящее время торгуется в боковом тренде, инвесторы не видят особых возможностей для ее прорыва. Ну, понятное дело, потому что медвежка. Пока судебные процессы не закончатся, аналитики не уверены в том, в каком направлении движется цена Apple. В боковом, вправо. Вот. Наши аналитики считают, что цена Apple должна добавлена в шортлист, пока судебные иски против Apple, возможно, не подошли к концу. Бред полный, потому что на судебном иске и во время его в 2021 году я уже показывал XRP. Поэтому шортить сейчас очень опасно, тем более на дне относительно. Если упадут в пользу Apple, наши аналитики предсказывают, что цена Apple может подскочить и сделать хорошие инвестиции в 2023 году. Ну, понятное дело, такие прогнозы я могу давать. Также начинают подавать ходатайство, это мы все видели. В общем, короче, новости по большому счету повторяются. По поводу биткоина, как мы видим, у нас был хороший проливчик. Я предупреждал, что он однозначно будет и попроет лонгистов. В принципе, что и произошло, упали мы здесь где-то на приблизительно 10%. Поэтому, кто хочет докупиться по битку, без проблем, можете докупаться. Но по альтам, я же говорю, сейчас очень опасно докупаться. То есть, ну, по альтам, если кто вдруг хочет на текущем проливе докупиться, ваше право. Но я считаю, нифига еще дно не достигнуто, потому что когда вышли у нас данные по инфляции, да, как мы видим, у нас, соответственно, прогноз ожидалось 8,1%, ну, а по факту мы увидели 8,3%. Поэтому, а предыдущая отметка 8,5%. Ну, многие сказали, что вот, если бы было снижение до 8,1%, соответственно, у нас бы рынки прогрессли до херня, это полно. Ну, как, ну, борец сивой кобылой, понимаете? Ну, то есть, чего вдруг им расти? Типа, я понимаю, если бы понизили там до 7%, до 6%, а так понизили бы на 0,2% больше. И, тем более, это коррекция, я напоминаю, коррекция к роству всего лишь, ну, инфляции. Инфляция подросла с 2% с марта 2020 года. Она подросла, вот, смотрите, она подросла, даже тут меньше она была. Смотрите, вот, давайте откроем, соответственно, 2020 год, вот у нас, приблизительно март, 2%, потом она вообще просела тут чуть ли не до 1%, а сейчас мы растем уже 2 года подряд до 8%, поэтому это всего лишь коррекция к росту, не более того. Да даже хоть до 8%, мы спустились, хоть до 7,5%, насрать абсолютно, понимаете? То есть, это вообще погода никакой не сделала, это просто коррекция, понимаете? Вот и все, поэтому, ну, бред полнейший. И, якобы, вот, мы ожидали 8,1%, а стало 8,3%, поэтому рынки упали. Да, не упали, так и так, поэтому вопрос лишь времени. Поэтому на текущем этапе XRP стоит ли закупать, я бы еще повременил бы. Кто хочет докупиться, без проблем, можете частично докупиться после такого пролива. В принципе, это не самое плохое решение, но учитывайте, что ликвидность еще не собрана у нас вот здесь. Я пока что торопиться не буду, я об этом предубеждал, я жду, соответственно, решения от ФРС США, что они, скорее всего, примут ставку 75, а то и 100 пунктов, поэтому вот эта ликвидность может быть собрана. Также собрана ликвидность вот здесь, как мы видим, вот здесь, да. Сейчас я даже продлю эту линию, да, видите? Вот здесь вот ликвидность, потом вот здесь, потом вот здесь вот, и потом вот здесь у нас ключевой уровень. Поэтому, я думаю, еще быть будут лонгистов, дай боже, поэтому торопиться сейчас, ну, очень рискованно, я считаю. Кто хочет частично докупиться, да, опять же таки, рассчитывая, что мы упадем по битку там на 15, на 10 тысяч, может даже ниже, можно это сделать. Но, опять же таки, я все-таки буду ждать 21 числа, это мой выбор, ну, а там же решайте сами, что вам делать. В закрытом клубе более подробные рекомендации. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok